Солнышко с небес Зайчик солнечный блестит Солнце шлёт его с небес Улыбайся, Шишкин лес Отдаёшь Доброе утро Доброе утро, Зубок Здравствуйте, ребят Здравствуйте Ой, Енотыч А о чём ты поёшь, а? О Липе Я недавно прочитал в книжке этот стишок про неё И выучил А теперь он сам собой и поётся На улице зима А у нас в избушке тепло Аромантным чайком Да липовым метком пахнет Ой Так это, мёдом так пахнет Ну да А я-то думаю, чем-то вкусно пахнет Доброе утро, мои дорогие Здравствуйте, друзья Рада вас видеть И мы рады тебе, Матильда Доброе утро О, да у вас тут к чаю стол накрыт Ну да Сладкое дерево постаралась Гостиниц приготовила Какое ещё сладкое дерево, а? Да, Матильда, разве такие деревья бывают? Ну а как же им не бывать, если у вас на столе Ароматный медок стоит Да Ох, да неужели это липа сладким деревом называется? Да, это и в большой книге природы написано А-а-а Ой Вы чувствуете, какой запах? О-о-о Откуда он здесь, а? Зубок, неужели не видишь? Это же липа цветёт Вон, и пчёлы вокруг неё так и летают Да-да-да Так и шужаны Да-да-да Это они липовый нектар собирают А-а-а Самый-самый вкусный нектар для самого вкусного мёда Но дело не только в том, что этот мёд вкусный Мало кто знает, что с одной липой его можно собрать столько же, сколько с участка гречихи размером с три футбольных поля А гречиха-то, между прочим, самым лучшим медоносом считается Ну вот А медок липовый поароматнее гречишного будет Да, а пчёлы об этом откуда знают? Видимо, у них работает своё пчелиное радио Когда цветёт липа, пчёлы работают и день, и ночь Как? И ночью тоже? Да А я читал в одной книге, что ночью пчёлы всегда спят А в это время они от своих правил отступают Липа цветёт недолго, всего дней десять Вот они и торопятся собрать побольше нектара А знаешь ли ты, Зубок, что липа не только пчёлам нужна, она и людям радость приносит Правда? А какую радость? Из липы делают замечательные игрушки Да, вот, например, такие Ой, да-да-да-да-да, нам тётушка Дарья про них рассказывала Да, раньше в каждом доме была посуда, сделанная из липы Ну, чашки, плошки, всякие поварёшки Да и сейчас такая посуда бывает Она даже золотой и серебряной соперничает Да, а украшают её яркой росписью И славится она по всему миру Вот это да А чего тут удивительно, Зубок, где ещё такую найдёшь? Ой, действительно, нигде, только в хохломе Да, но и в других местах тоже с липой работают Поделки из неё, блюда, подносы и ларчики резьбой и лаком покрывают Всякие сценки из жизни на них рисуют Вы только посмотрите, как это красиво! Ой, лошадки по снегу скачут и саночки везут Да что, саночки, вы посмотрите, какие ложки из липы делают Любы дорого посмотреть Ой, они тоже красивые Ну да И красные вот с ягодками, и голубые с цветочками Ой, а это самая маленькая, а можно её себе возьму, а? Да, конечно, можно, дарю Спасибо Такую ложечку и в руки приятно взять От неё словно и летнее тепло исходит, и метком она пахнет А чай из липового цвета, Матильда, ты забыла? Да-да Да? А что это за чай такой, а? Эх, Зубок, в лесу живёшь, а самого главного не знаешь Да это чудо-чаёк от любой простуды, от любого недуга исцелит Любую хворь прогонит Да-да-да-да, чай из липовых цветов очень полезен Ой, получается обычная липа, совсем даже необычная Вон сколько всего полезного можно из неё сделать А в старину из её лыка ещё и лопатки плели Ой Так вот, эта обувь была такая в те времена Да, в большой книге природы ещё много интересного написано Ой, давайте ещё её почитаем, а? Ну, конечно, конечно Но в другой раз, а то сейчас уж и чай остынет Или вы не хотите липовую метку отведать? Ну что вы, что вы, Енот, Енот, очень даже хотим Хотим Но сначала, мне кажется, мы должны попрощаться с ребятами До свидания, ребята Всего вам доброго, друзья До свидания, и не хворайте Мир – это огород В нём всё растёт Время быстро пролетело Утро сказкой прозвенело Улыбнулось облакам Новый день приходит к нам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok